Также одной из самых обсуждаемых тем недели стала история с отменой концертов российских исполнителей. Казалось бы, тем больше нет для обсуждения в серьезной программе. Но, как вы понимаете, время такое, даже музыка сегодня никуда без политики. Так вот, на этой неделе имена четверых российских исполнителей оказались в центре скандала. Сначала отменили концерт Лепса, а здесь очевидно почему. Он открыто обещал заплатить каждому, кто истребит украинский танк на поле боя. После отказ пришел и Ирине Дубцовой. Ну и самая большая шумиха разгорелась из-за внезапной отмены концерта группы «Би-2» в семье. Они, напомню, все средства от выступления обещали передать пострадавшим от пожара семьям. Они, напомню, все средства от выступления обещали передать пострадавшим от пожара семьям. Чего стоило организаторам отстоять вечер для рок-группы и ее фанатов, знает Жанна Алпазбаева. Жан, добрый вечер. Астана до недавних пор занимала нейтральную позицию по отношению к музыкантам, выступающим за или против войны в Украине. Да, Милина, но все изменилось после отмены концерта Григория Лепса, который был запланирован на 8 июля в городе Кунаеве Алматинской области. Немного непонятно, почему всех артистов решили грести под одну гребенку. В немилость попал и Максим Галкин, который собирался выступать в октябре этого года. Обычно он шутит против российской власти. Возможно, играет роль казахстанская политика многовекторности. Никого не обидеть. Что ж, давайте разбираться. Это концерт группы Би-2, который после долгих обсуждений в обществе в стенах Акимата пабликах все же состоялся. По словам организатора мероприятия Ольги Ли, именно общественный резонанс и помог ребятам выступить. Артисты знали еще ночью, что власти отменяют выступления, но все же приняли решение ехать в семей. В час ночи я не понимала, ну, наверное, минут 20-30 сидела и понять не могла, что это, зачем, почему, официально, кого, не официально, кого. Потом позвонили ко мне команда Би-2, Шура. Я просто сказала, мы все как по плану. Встаем, машины все готовы, едем в аэропорт и вылетаем. Друзья, мы знаем, какая трагедия произошла в Абайской области Казахстана. Мы приняли решение не переносить этот концерт и все средства, полученные от этого выступления, мы передадим в фонд помощи пострадавшим при пожаре в Абайской области. Напомню, заработанные на концерте деньги вот-вот направят семьям пострадавших от пожара. Непонятная ситуация вокруг концерта все же сказалась на итоговой сумме. Вместо ожидаемых 3,5 тысяч зрителей пришли всего 2,5 тысяч. Итоговую сумму организаторы пока не озвучивают. Я думаю, что к понедельнику мы уже отчитаемся перед нашим зрителям, перед нашим читателям. И перед, в первую очередь, перед командой Би-2, чтобы все они видели, что это все прозрачно. И мы семьям пострадавшим отдадим все, что заработали. Скорее всего, это будет наличными каждую семью. Мы будем это все подснимать и брать подтверждение от каждой семьи, что они получили данную помощь. Для меня лично во всей этой ситуации остаются непонятными больше действия местных властей. Сначала Акимат Семей заявляет, что это он отменяет концерт. Якобы мероприятие неуместно, когда регион, да и вся страна все еще не оправились от траура. После официальный сайт Акимата удаляет это сообщение и пишет, что это администрация спорткомплекса Абай-Арена инициировала перенос концерта. Также чиновники ссылаются на мнение общественности, мол, опять же, веселое мероприятие на фоне траура неуместно. В то же время организаторы заявляют, что они обзвонили родных погибших и уточнили, заденет ли концерт их чувства. Мы встретились с руководством области и объяснили всю нашу затрату, участие, наше намерение. И мы просто показали, сколько пабликов поддержало на самом деле данный концерт и сколько положительных отзывов. Мы разложили все по полочкам, убедили, что никаких провокационных моментов не должно случиться в день концерта. Ну, в смысле, все переживали за реакцию, переживали за отзывы. Ну, мы обзвонили всех, все семьи пострадавшие, на что они, в принципе, ответили положительно. Интересно, какие именно провокации имели в виду сотрудники Акимата и почему так коряво отработали ситуацию, если и вправду хотели тишины после всего, что было. Впрочем, то, что ведомства, как правило, не умеют коммуницировать с общественностью и даже между собой, нам не раз становилось ясно во время трагедии. Взять только отсутствующего министра по ЧАЭС в первые дни пожара. Но все же солисты группы Би-2 и их зрители, судя по постам в соцсетях, остались довольны. Организаторы концерта тоже, в отличие от концертного директора Григория Лепса. В интервью газете РУ он назвал Казахстан русофобской страной. Отменили и отменили, хрен с ними. Ничего страшного, обойдемся без Казахстана. Мы как поддерживали свою страну, так и будем поддерживать. Мы в Казахстане не работали и работать там не собираемся. Мы в недружелюбные страны не ездим. Это то же самое, что США и тому подобное. С врагами нужно как они с нами, так и мы с ними. По данным СМИ, инициатором отмены концерта Лепса стал некий активист Турар Кусаин. Казахстан официально занимает нейтральную позицию в украинско-российском конфликте, но каждый националист, казахский гражданин единогласно желает полной победе Украине. «Я прошу вас не проводить концерты этого зет-артиста», написал Кусаин в соцсетях, назвав Лепса любимым певцом Путина. Многие российские СМИ тут же начали писать, что в Казахстане проживают националисты. Судя по всему, события в Казахстане несколько озадачили Земфиру, также признанную в России иноагентом. Певица, у которой запланированы в августе концерты в Алматы и Астане, спросила на днях подписчиков в соцсетях, какова ситуация с билетами и как они планируют добираться в Казахстан. Многие написали, что билеты у них уже есть. Российская певица Ирина Дубцова тоже планировала дать концерт в Казахстане. Однако в сети появились негативные комментарии от казахстанцев, которые против ее концерта. «Кто их вообще зовет отменить концерт? Мы против. Мы против приезда артистов, поддерживающих войну в Украине», писали казахстанцы. Однако на сайте продажи билетов на концерты до последнего были размещены афиши с информацией о выступлении Ирины Дубцовой, хотя покупка билетов была недоступна. Напомню, 18 апреля этого года певица Ирина Дубцова поддержала военнослужащих на пункте отбора на контрактную службу в Москве. «Я здесь в первую очередь как женщина, которая пришла с поддержкой, как мать и как гражданка нашей великой страны. Я обняла и пожала руку каждому, кого встречала на своем пути. Я сказала им, что мы гордимся. Мы верим в победу в силу духа мужества». Также 12 июня она исполнила свою новую песню «За нас» в городе Омск, посвященную Дню России. В тексте песни присутствует фраза «За великую силу», «За нашу Россию», «За нас», что хранила в той войне». Напомним, что в ноябре прошлого года в Казахстане бойкотировали концерт Полины Гагариной. Ну и лично мне больше всего жаль, что в Казахстане отменили концерт Максима Галкина. Как пишут СМИ, недавно контролирующие органы якобы нашли нарушение в документах, из-за чего схему продажи билетов назвали едва ли не мошенничеством. А 20 июня артисту направили письмо о том, что мероприятие провести будет невозможно. Интересно, что новость об отмене концерта начала появляться в местных группах Астаны еще днем ранее. Откуда вообще пошла эта мода на все эти разрешения, если на законодательном уровне нет ничего подобного? Хотим, даем разрешение, хотим, не даем. Это что такое? Чем алматинскому Акимату не угодил Максим Галкин? Такая же проблема была с Меладзе. Он высказался против войны, будучи в Алматы. И тут же под угрозу встали его остальные концерты. И их согласовали только после того, когда он пообещал просто Пете больше не говорить лишнего со сцены. Галкин не певец. У него четкая позиция по вопросу нападения России на Украину. И этой позиции посвящена добрая половина концерта, уже откатанная в США. Поэтому просто боятся в Акимате. Видимо, и после двух месяцев волокиты запрещают его выступление. У казахстанской стороны своя версия на этот счет. Организаторы выступления российского артиста Максима Галкина пошли против правил и фактически нарушили закон. Билеты на концерт поступили в продажу, хотя договор с площадкой Дворцом Республики не подписан до сих пор. Это обязательное условие для проведения масштабного мероприятия. Реализация билетов без договора с концертной площадкой, в данном случае Дворцом Республики, может расцениваться как мошенничество и настоящий обман зрителей. Отметим, выступления юмориста были запланированы на осень этого года. 5 октября Галкин должен был дать концерты в Алматы и 8 октября в Астане. Пользователи казнаета предполагают, что Галкина не хотят пускать в Алматы из-за его активной политической позиции. Блогер Алишер Ильихбаев заявил, что Акимат запрещает всем исполнителям, приезжающим в Республику Казахстан, выражать свою антивоенную позицию. У меня на этом все. Жанна, спасибо за подробный разбор самой нашумевшей темы недели. Напомню, это была Жанна Алпызбаева с авторским обзором. Но вот касательно заявления директора Григория Лепса, такие формулировки в адрес Казахстана мы считаем недопустимыми. И от лица редакции «Тамикенбизнес» я считаю важным сейчас обратиться напрямую к властям нашей страны, для того, чтобы были приняты необходимые законные меры, в том числе рассмотреть возможности объявления персонами нон-грата тех, кто позволяет себе подобные высказывания в адрес Казахстана.